Всем привет! Сегодня у нас такая вот маленькая, но достаточно интересная посылка из Китая с Алиэкспресс. Решил я, что у нас очень-очень давно и практически не было обычных самых часов без умных функций и решил заказать такую вот модельку, копия, каких часов вы уже сами понимаете это. Это вот такие вот часы, которые очень-очень напоминают часы G-Shock. Стоят они бюджетно 400 рублей, что я вижу на первый взгляд. Здесь такой глянцевый браслет, это я не скажу, что круто, все-таки это спортивные часы, глянец смотрится не очень. Да, наверное, они покачественнее, чем самые-самые дешевые браслеты, резиновые такие же, но там они очень плохие, в них потеет рука, в этих, наверное, не будет. Что касается самих часов, выглядят они вот таким вот образом. Здесь дублируется время, здесь, как вы видите, есть стрелочные часы. Также, как бы вам показать, здесь есть также цифровые часы, также здесь есть подсветка. Они не такие толстые, как G-Shock, чуть потоньше, что также есть в этих часах. Вот так вот выглядит подсветка этих часов, подсвечиваются вот эти вот три блока. На камеру кажется, что это не очень ярко, но на самом деле ночью все это видно. Здесь есть двое часов, вот такие вот стрелочные, они у нас вот благодаря этому настраиваются, и цифровые часы, которые нужно настраивать отдельно. Также здесь есть день недели, здесь есть дата, также год, также здесь можно ставить будильник, вот такой здесь звук будет. Также здесь можно ставить секундомер, ну это такие типичные спортивные часы. Настраивается это все дело очень просто, нужно зажать комбинацию, и вот вы видите, как меняем здесь время. Также, если вы зажмете вот эти две клавиши, то меняете дату и день недели. Очень удобно, вот здесь можем включать секундомер, как вы видите. Ну за 400 рублей прям очень-очень неплохо, здесь нет никакого логотипа G-Shock, как во многих спортивных часах, здесь есть свой собственный логотип. Ну я же дал намного худшего, если честно, когда заказывал, потому что ну 400, почти 500 рублей, это недорого. И за эти деньги я получил прям очень-очень годные спортивные часы. Также они водонепроницаемые, это мы сейчас проверим, возможно они пропускают воду, но я думаю все же, что нет. Научились наконец-то китайцы делать годные спортивные часы, долгое время они пытались, и это было вроде как неплохо, но вот это все было муляжом, и работали только стрелочные. А вот сейчас за 400 рублей мы получаем очень-очень годные часы. Давайте проверим, реально ли они водонепроницаемые, и уже закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дальше будет конкурс, участвуйте, побеждайте. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok